Здравствуйте. Вот в прошлый раз, фактически, мы с вами говорили о ударах из-под воды. Да, помните? Была шестовая мина у нас, которая адмирал Макаров против, да, будущий еще лейтенантом, применял против флотов противника, против турецкого флота. Были всякие изобретения итальянских подводных пловцов, вот такие вот маленькие мини-подводные лодочки, как бы сказать, на которых верхом плавали пловцы. Но все это вам и говорилось. Все эти изобретения были, ну, хороши до тех пор, пока против них не находилось очень простое средство противодействия. Против шестовых мин это оказалось очень простое средство. Нужно было вовремя смотреть за подплывающими к кораблю, стоящему на рейде или на якорной стоянке, или где-то около, значит, причальной стенки, подплывающими катерами, которые могли, значит, ударить его миной. И вот вовремя по ним открывать огонь. И все. То есть с изобретением пулеметов и скорострельных пушек такая тема стала неактуальна, в общем-то говоря. Хотя и сейчас иногда происходит. Помните, в Персидском заливе некие террористы применили вот такой вот катер, значиненный взрывчаткой против американского корабля. Вот. И, в общем, достаточно успешно, можно сказать. Ну, это исключение, а не правило. Исключение из правила. Скорее, несчастный для американского корабля случай, чем такая вот систематическая военная удача. Вот. А против боевых пловцов тоже нашлось оружие. Надо все подходы, где они могут добираться до, так сказать, базы, а именно только против базы этих боевых пловцов можно применять. Нужно регулярно бросать туда небольшие глубинные бомбы. У них очень большой радиус поражения, скажем так, пловца, под водой, подводного пловца. Он выводит в устрою, там, контузит, оглушает. Тоже проблема моментально снялась. То есть все эти средства были хороши только для внезапного первого применения. Даже более того, итальянские вот эти организаторы боевых пловцов вот прекрасно понимали. Поэтому долгое время готовили одновременно и в один и тот же день, в один и тот же час удар по двум базам английского флота по Гибблартару и по Александрии. Вот они специально готовили в один и тот же день два таких вот удара одновременно. Ну, чтобы, значит, воспользоваться эффектом неожиданности. Трезвый себе отдавали в этом отчет. Вот. Ну, теперь речь пойдет о подводном оружии более систематическом, я бы сказал. То есть подводное оружие, вообще-то, говорят, старо как мир. Каждый понимает, что подводная часть корабля плохо защищена, хуже, чем надводная была, потому что к подводной части подобраться очень тяжело. Это было известно с самых древних, древнегреческих, античных времен, фактически. Как это делалось? Никаких переборок в ту пору не было у кораблей. Днище пробил, весь корабль идет ко дну. И вот с тех самых пор и до, скажем, начала 20 века очень популярно было у кораблей иметь таран. Таран, который пробивает глубокую, значит, подводную часть корабля. Кстати говоря, это наложило отпечаток на форму корпуса кораблей. Вот когда стали активно использовать, так сказать, тараны, применять, пытаться применять тараны, то сразу видите, у кораблей пошел какой нос, книзу удлинен, вот внизу он удлиняется, и на него можно закрепить таран для удара. Ну, тараны, конечно, первоначально делались вместе с кораблем. И даже было сообщение о одном-двух успешных применениях этих самых таранов, что когда корабль наносил таранный удар, пробивал большое отверстие в корабле противника, давал задний ход, ну и вот, значит, его, так сказать, топило или переламывало. Ну, надо было самому иметь очень тяжелый корабль, чтобы протаранить. Очень много неприятностей от таранов было у их владельцев. Масса случаев, когда при маневрировании внутри, значит, гавани, тараном пробивали днище своих собственных кораблей. Ну, кораблей своих, которые в гавани находились. Потому что при этом маневрировании как-то вот капитану тяжело сообразить, что подводная часть еще есть у корабля, который очень сильно выступает вперед, значит, не вписывается, так сказать, в габариты корабля. Несколько таких печальных случаев было в российском флоте. Несколько кораблей друг друга пустили на дно. Один раз даже прямо в гавани Кронштадта такое случилось. Эти корабли с такими огромными, так сказать, таранами. Были случаи, когда просто вот стоят корабли рядочком. Около них кто-нибудь маневрирует и пропарывает днище, проходит, оказывается, в опасной близости к кораблю. Ну, как капитан мог догадаться про опасную близость этого самого штыря подводного? Трудно было догадаться. Вот эти вот, так сказать, тараны с античных времен использовались. Вот конструкция тарана, которые стали закреплять на корабле. Дело в том, что таран оказался вот таким опасным оружием, и решили применять эти тараны в разобранном виде хранить. По мере необходимости, как война начинается, устанавливать таран на корабле. Вот такой разборный таран. Вот этот вот верх искусства с этими, так сказать, с установкой таранов, выступающей вперед. Вот этот вот штырь мощный, который должен пробивать броню корабля. Да еще можно выдвижной сделать штырь. Ну, в общем, на любой вкус тараны изобретались. Были стандартным вооружением тогдашних броненосцев, всех этих вот крейсеров. И даже помните, вот всегда вот эта вот, так сказать, форма у корабля, у носа корабля, выступающая вперед. Кстати, не могу не прокомментировать. Вот вернемся к предыдущей картинке. И внимательно, внимательно, я даже надену очки, чтобы лучше увидеть. Посмотрим на нос корабля. Итак, на носу корабля, вы это могли видеть, скажем, на «Авроре». Вот какой-то такой вот странный кругленький выступ. Как вы думаете, что это такое? Вот это, оказывается, единственный на этом корабле торпедный аппарат. Торпедный аппарат, они не знали, как поставить. То, что мы сейчас называем торпедный аппарат, раньше называлось миной «Уайтхеда». То есть аппарат для запуска мины «Уайтхеда», так тогда называли. Вот этот вот торпедный аппарат, он служил то, чтобы выпускать мину, так сказать, по курсу движения корабля. Если вы помните изображение «Авроры», нашего крейсера революционного, который в Петербурге стоит, значит, у причальной стенки, то вот здесь, значит, тоже такое же есть местечко для запуска этих самых торпед, миной «Уайтхеда». Такая очень неудачная по первоначалу конструкция. Ну, фактически, как мы сейчас понимаем, представляете себе, наводить надо было этот аппарат на цель, поворачивая весь броненосец. Ну, каково, да? Тяжело это сделать. Это что-то вроде курсового пулемета на танке. Как известно, вот курсовые пулеметы. Это, значит, пулемет, который закреплен в танке намертво. Есть какое-то у танкистов упражнение, что надо стрелять по мишеням, управляя танком. Но это чисто такое вот педагогическое, да, педагогический прием по воспитанию танкистов. А на самом деле, просто чтобы для эффекта психологического курсовой пулемет включили и долби куда-то там, так, чтобы, так сказать, брать на испуг противника. Так вот оценивают настоящие танкисты, наличие курсовых пулеметов намертво закрепленных. А зачем броненосец курсовой торпедный аппарат? Трудно сказать. Ну, так вот, удар из-под воды должен быть эффективным. Американцы первыми задумались над этим делом. Они такие всегда были вот головастые ребята, что-то смелую идею предлагали. Почему-то так всегда получалось, что очень часто от этой смелой идеи потом приходилось отказываться. Значит, была смелая идея стрелять под водой из пушки. Просто берется пушка, делается она в подводной части корабля, отверстие, так сказать, это вот, значит, так сказать, бойница, как по-нашему сказать. Ствол выходит через бойницу. И снаружи это отверстие накрыто крышкой водонепроницаемой. Это очень хорошо она будет водонепроницаться, водонепроницать, потому что крышку будет прижимать давление забортной воды сюда. Вот стоит аккуратная пушечка, вроде стандартная. Зарядили пушку, выстрелили в это отверстие. Тут, соответственно, заизолировали этот вот выход. И приложил фитиль к зарядному запаленному устройству и выстрелил под водой. Ну вот такой вот, значит, способ. Такая стрельба, в принципе, вполне существимая. И она осуществлялась под водой. Очень эффектно, хорошо. И под водой можно пробить днище корабля противника. То есть подводную часть, не само днище, а подводную часть корабля. Потому что там она менее прочная. Но вода зато очень хорошо сопротивление оказывает. Прекрасное сопротивление оказывает вода. И поэтому реально пробить днище корабля, подводную часть корабля, с таким вот, так сказать, выстрелом, можно только в случае, если удар наносится с расстояния метров 10-15. Ну, фактически, это почти что абордажный бой. Почему-то не додумались люди в тот момент снаряжать эту пушку бомбой. То есть той бомбой, которая была, ударившись о корабль, взрывалась. Но я вам могу сказать, почему не додумались. Это мы сейчас привыкли к снарядам, которые при соприкосновении с целью взрываются. В ту пору таких взрывателей не было. Был взрыватель, исключительно только рассчитанный на действие замедленное. Да, выстрелили из пушки, упала граната, повертелась и взорвалась. Вот так вот они были все эти устроены. Гранаты с замедлительной трубочкой. Ну, и вот так вот ударился об корабль, стал, утонул, ушла на глубину и там взорвалась. Совершенно бессмысленная мысль. Идея в ту пору, она, естественно, никому в голову не приходила. Тем не менее, работы тут велись. Вот предыдущая, вот эта вот схема, что показана, Ну, на самом деле, вот представьте себе, это пушка стреляет в боевой обстановке, да и вообще просто не в боевой обстановке. После выстрела ствол наполнится водой. Тут у нас есть запальное устройство, через него пойдет вода, нужно успеть все это дело закрыть. А если что-нибудь не закроется, если что-нибудь сломается, а если, значит, то есть, получается, мы сделали готовую пробоину в корабле, которая в случае какой-нибудь нерасторопной работы канониров, пушкарей, значит, просто превратится в обычную пробоину, и корабль будет тонуть, да? Не столько мы кого-то чужой корабль потопим, а свой-то точно. Свой точно водой наполним. И вот тоже самое вездесущие изобретательные умы придумали следующую систему. Заполним, говорит, отсек водой. Вот такой сделаем отсек водяной. Пушечку поставим на колесо. Вот такое вот. Пушка, естественно, легкая. И пусть из-под воды через вот это вот отверстие в заполненном отсеке, в отсеке заполненной водой, пусть стреляет по противнику. Вот такая простая, наивная, казалось бы, идея. Но она вам понятна, эта идея, правда? Она простая, понятная идея. Для чего я вам вот такие вот, цепочку таких вот умозаключений, умоупражнений технических, я до вашего среднего довожу. Дело здесь вот в чем. Дело в том, что в ту пору, это было середина 19 века, была перед военными инженерами, перед конструкторами поставлена задача найти оружие, пробивающее подводную часть корабля. Вот нормальное оружие такое, типа пушки. Понимаете? Сделайте мне им, адмирал, говорит. Стрелять под такими вот углами наклона по подводной части корабля через воду бесполезно. Ядро срикошетирует от поверхности воды, и вместо того, чтобы проникнуть в воду и попасть, значит, в подводную часть, оно просто, значит, будет скакать по поверхности воды. Пока не ударится о борт, при, скажем, скачке теряет энергию. Нужно что-то принципиально подводное. Значит, пошли сначала как? Обычным путем. Обычный путь. Какой? Пушка. Значит, из надводного положения под воду попасть нельзя. Хорошо. Будем из-под воды стрелять. Идея простая. Понятен ход размышлений? Понятен. Значит, выяснилось, что да, можно стрелять. Да, какая-то более-менее работоспособная конструкция получается. И та, и другая. В принципе, можно совершенствовать эту конструкцию. Там как-то вот придумывать какие-то обтюрирующие устройства, которые воду не пропускают. Можно смело вот как-то отказаться от обтюраторов. Просто сразу сделать вот как вот у меня тут на картинке было показано. Такое вот колесо, да? Красивая, оригинальная идея. Вообще, в принципе, работоспособная на всякий случай-то, да? В принципе-то вполне работоспособная. Если только было бы нужно действительно из-под воды в кого-то стрелять из пушки. Вот. Идет дальше развитие мысли. Так, значит, если мы сразу выстрелим из пушки, вода затормозит движение снаряда. Что же? Что же придумать? И придумали. Французский теперь, значит, гений. Французский гений, он всегда отличался такой, всегда, этакой изюминкой в мышлении. Всегда, вот нам всегда, это вот, нашим людям русской культуры очень нравится. Значит, всякие такие французские штучки. В советское время самыми популярными фильмами после советских, естественно, были всегда французские фильмы, самые популярные в нашем прокате. Мы тогда еще имели возможность, так сказать, выбрать. Это сейчас в демократическом обществе мы выбирать не можем, нам только американские смотреть. А тогда можно было выбрать. Вот. Так вот, значит, эти французы придумали следующее. Не просто вот так идти по пути такого вот лобового решения, да. Это вот обычно называют американским, так сказать, стилем. Значит, не хватает вам освещенности? Давайте пленку поставим 500 единиц чувствительности. Ах, опять не хватает? 5000 единиц. Давайте искать такую пленку. То есть, такой вот метод, да. Вот такой вот американский, его условно называют. Условно называют вот таким вот американским. Хотя, на самом деле, метод очень хороший и простой. Если мы действительно будем добиваться простым путем решения, оно и выглядеть будет хорошо. Ну, если у вас есть такая чувствительная пленка, разве это плохо? Это же хорошо. Ну, так вот, французы придумали следующее. Давайте, говорит, под водой не из пушек стрелять, а пускать ракету. Ракета, она же не вот тебе вот сразу вот, мы ее толкнули, и она будет лететь замедлено. Она будет постоянно себя подпитывать движением. Вот, французы придумали, разработали милое устройство. Почти что торпедный аппарат. В общем-то, устройство такое, что через нее вода не будет проникать в корабль, да. Тут, что же, не нужно сквозного отверстия. Выстрелил и забыл. Должна двигаться ракета в направлении цели под водой. Ну, под водой, правда, ракета плохо ходит, но на большую дальность она не уйдет. Ну, наверное, будет что? Проблема со взрывателем. Опять же, нужен здесь взрыватель ударного действия. Вот, честно говоря, если бы у орудийных систем в ту пору были снаряды с взрывателями мгновенного действия, то есть попал в цель и взорвался, это бы очень сильно упростило жизнь. Но в ту пору, значит, артиллерия с коническими снарядами как-то была вот тогда еще не распространена. И конические снаряды под воду, кстати, уходил бы, между прочим. Он попадал бы ниже ватерлинии в цель. Другое дело, что трудно так выстрелить, чтобы попасть, угадать угол вхождения в воду, чтобы ниже ватерлинии попасть. И вот придумали такую ракету. Опять не понравилась. Жизнь внесла свои коррективы. Ну, как вам сказать, слишком быстро она идет. И она не может идти медленно. Понимаете, в чем дело? Я вам сейчас объясню. Вот всегдашняя проблема у дизелестроителей. Вот сделали хороший дизель, он может работать там, скажем, я не знаю, на карьерном самоствале, или на тепловозе, или на электростанции. А вот на корабле плохо ему. По той простой причине, что корабль, у него медленно вращающийся винт. Медленно вращающийся винт, который находится, значит, под водой. Он потому медленно вращается, что при больших скоростях вращения слишком большое сопротивление. И он должен медленно-медленно отталкивать от себя воду, так вот по ногу захватывать, да, то есть большие лопасти. Медленно-медленные движения должно быть, потому что быстро нехорошо. А вот такая вот реактивная, в принципе, это же торпеда, да, реактивная торпеда, сейчас бы сказали. Вот. Говорят, что на подводном крейсере «Курск» как раз именно он взорвался, погиб от взрыва неудачно запущенной, как раз, так сказать, реактивной торпеды. Да, так вот, по-моему, было в официальном заключении по причинах, так сказать, той трагедии сообщено. Вот. Ну вот, слишком быстро движется, поэтому очень нерационально расходуется энергия. Это буквально было в начале 60-х годов 19-го века, и тут же, значит, появилась самодвижущаяся мина «Уайт-Хеда», как все просто казалось. Нужна, значит, так сказать, торпеда с винтом толкающим, с рулями глубины, может быть, да, и вот эта вот мина самодвижущаяся будет двигаться в направлении цели. Вот эти вот самодвижущиеся мины «Уайт-Хеда» сделали в военно-морском флоте определенную революцию. Значит, против них очень много есть приемов защиты. В частности, все корабли на стоянках, значит, стали снабжаться огромным количеством боновых заграждений. Специально уже, значит, при строительстве крупных кораблей предусматривались специальные, так сказать, балки такие, которые могли опускать в воду вот это вот боновые заграждения, набор плавающих бревен, а под бревенами еще опущена мощная, желательно, стальная сеть, да, вот чтобы, так сказать, торпеда, даже идя на некоторые глубины, не могла попасть, да. Вот, то есть вот все-таки вот она совершила, что совершила? Заставила корабль оснаститься вот этой вот кучей всякого ненужного, значит, ненужных вспомогательных средств, ранее ненужных, а теперь просто необходимых. Они очень хорошо противодействуют торпедам. Помните, я вам рассказывал статистику по применению на Ближнем Востоке зенитных ракет, запускаемых с плеча? Их очень много запустили, и очень мало эти ракеты поразили свои цели, очень мало они поразили, но зато заставили цели летать выше, зато, значит, подняли их на большую высоту, а с большей высоты им тяжелее работать по наземным целям, например, там, по танкам или по каким-то точечным объектам, и вот, вот и все. А теперь, значит, кораблю долго сниматься с якоря, пока он поднимет все эти свои, значит, боновые заграждения уберет. Трудно выходить из порта, потому что, значит, порт закрыт тоже таким же боновым заграждением, многочисленными сетями, кстати, против подводных лодок. И вот если бы не торпеда, не мина у Айтхеда, подводная лодка, как оружие, оставалась бы экзотикой. Ну что, подплыть к берегу противника на подводной лодке, украдкой, и высадиться на берег. Сколько там, много ли туда высадишь, большой ли десант с подводной лодки можно высадить? Для чего все это делается? Вот, не совсем понятно. Было это до тех пор, пока не была изобретена торпеда. Я про прежние два применения вам уже говорил. Случаи, да, американцы оба раза применяли их, вот, с различной степенью тяжести, так сказать. Ну вот, а это вот лодочка, вот обычная подводная лодка, символизирует некий, так сказать, символ прогресса. Вот, просто лодка и все. Торпедный аппарат у нее в большом изобилии, носовые, кормовые, пускает по направлению. Лодка, ее так и называют лодкой. Это очень маленькое создание. Всякий, кто был в подводной лодке, он понимает, что там ужасно тесно. То есть, там узкий проход, и, собственно, в этом узком проходе, который единственно идет по всему кораблю, это типа, как, так сказать, пирога, что ли, да? Вот, или вот такая, ну, представляете, длинная лодка просто. Действительно, именно так, это лодка, узкий длинный проход. В этом длинном проходе, по мере необходимости, что-то происходит. Например, этот длинный проход можно превратить в спальню. Или можно превратить в боевой пост его же, да? То есть, вот такие суровые достаточно условия в большинстве лодок. Ну, дело не относится там к каким-то огромным атомным ракетоносцам, у которых там каюты, коридоры, ну, что-то такое вот в духе Наутилуса, капитана Немо. Вот, там, конечно, да, там, конечно, все красиво и здорово. А тут обычная маленькая длинная труба, в которой спрятаны люди. Кстати, труба тоже очень интересно сделана. Она имеет две проблемы, подводная лодка. Это, во-первых, как ей выдержать большое давление на глубине. Это раз. А, во-вторых, как ей, значит, удачно плыть в воде, чтобы вода ее хорошо обтекала. Маленькое было сопротивление. Первая проблема, чтобы удачно выдерживать большое давление, это нужна система очень простых по форме тел. Желательно сфер. Ну, в крайнем случае длинный большой цилиндр, да, в крайнем случае. Потому что, ну, сфера, как вам сказать, ну, ну, что же вот, вот, как что-то подлиннее хочется, даже все подводные лодки, они корабли коридорного типа, да, коридорного типа. Вот. Ну, то есть, на самом деле, в подводной лодке есть, так называемый, прочный корпус, который снаружи одет вот в этот, так сказать, значит, фальш-корпус, в котором просто вот откровенное отверстие существует. Вот в этот корпус заливается вода, то есть, она, подводная лодка, с собой таскает вот еще там воду в этом фальш-корпусе. И балластные цистерны, которые то наполняются воздухом и поднимают лодку наверх, как понтоны, затонувший корабль поднимают, то, значит, они наполняются водой, и напротив, значит, подводная лодка опускается под воду. Есть много всяких трагических историй, связанных с невсплытием подводных лодок, да, вот, где-то что-то ошиблись, какую-то ошибку допустили. Каждый раз это технически очень интересно анализировать. Есть такой жанр, можно сказать, в литературе, описывающей, посвященной технике, да, жанр описывает технические катастрофы, да, особенно это популярно для катастроф, так сказать, морских. Есть такой вот жанр, вот, морские катастрофы. То есть это в деталях описывается конструкция корабля, те предпосылки, значит, к его, значит, вот этой катастрофе находятся у них, как, что правильно, неправильно делал экипаж. Ну, так, действительно, это есть, вот, например, не знаю, есть ли научно-исследовательский институт по исследованию морских катастроф, но вот ни авиационных катастроф вот такой реально существует. Потому что каждое такого рода уникальное событие, катастрофа, позволяет, ну, дополнительную научно-техническую информацию, получить дополнительный, так сказать, сюжет для инструкции по применению, значит, самолетов или подводных лодок, или, там, кораблей типа «Титаник». Вот всегда таким образом можно, значит, отсюда извлечь. Ну, вот, не могу, не могу молчать, не могу не показать вам мину уайтхеда или попросту торпеду. Торпеда, схема ее до ужаса простая. Торпеда тоже такого коридорного типа создания, ну, в том смысле, что элементы ее так вот одна за одной идут, да. Чем-то это похоже на ракету. Единственное, что ракета бывает многоступенчатая, торпеда у нас, в принципе, одноступенчатая. Вот многоступенчатая торпеда, я что-то не слышал. Значит, что же у нас есть? Зарядное отделение, это у всех всегда есть. И зачем, значит, аппаратура, энерго, значит, запас, энергоресурс. У кого-то это сжатый воздух, у кого-то это набор, значит, батарей, просто типа аккумуляторных батарей. У кого-то это, значит, более хитрая смесь. Сейчас это стало популярно, значит, вещества, которые, значит, и окислитель, и восстановитель. Очень традиционно было так, использовали в качестве окислителя H2O2, перекись водорода. Вот, кстати говоря, это перекись водорода, эту перекисью водорода была заправлена та самая злополучная ракета на подводном крейсере «Курск», которая дала где-то трещину, перекись водорода стала из нее просачиваться, выделять кислород. И нагрех, направляющие, по которым эту перемещали ракету, оказались покрыты маслом. Ну, не было масла просто, что вполне ожидаемо было. Ну, а масло, знаете, вот на всяких трубопроводах, по которым качают чистый кислород или баллоны с кислородом, на них всегда пишут «масло опасно», потому что кислород с маслом – это, так сказать, взрывчатая смесь. Масло очень любит в кислороде взрываться. Вот, взрыв и произошел, который, как утверждает следственная комиссия. Это действительно следственная комиссия, это исследовательская комиссия, на самом деле, правда? Не вот-то там найти, кто виноват, кто прав, а техническую причину найти. Вот, ну и, соответственно, двигатель, который потребляет запасенную здесь энергию и, значит, крутит привод. Вот. Привод, как правило, это, что такое, значит, винты. Ну, а в некоторых случаях, как теперь принято, гидрореактивный двигатель. То есть, забирается вода, смешивается с газами и выплевывается сзади. При этом еще газы успевают раствориться в этой воде, и, соответственно, пузырчатого следа за торпедой нет. Так, хочу вам следующее довести до вашего сведения, следующий факт. Значит, вот, глядя на эти торпеды, произошло изменение конструкции подводных лодок. Ну, атомные подводные лодки – это особая статья, не каждая страна может себе позволить иметь атомную подводную лодку. Ну, атомная подводная лодка, вообще-то, вещь очень рискованная, жалко ее терять, потому что реактор содержит радиоактивные материалы, которые могут попасть в воду, там, не оберешься скандалов всех этих, да. А тем более, если, не дай бог, лодку потерять где-то в рыбном районе, там, ну, в общем, неприятная вещь. Вот, и потом дорогая. Большинство лодок все-таки не такие. Значит, самый простой способ создать подводную лодку – это сделать дизельную подводную лодку, да. То есть дизель потребляет кислород, работает, значит, на солярке, по необходимости заряжает аккумуляторные батареи, которые на подводном ходу двигают электродвигатель, вращают электродвигатель от них, который, значит, приводит в действие грибной винт. Вот. Ну, придумали, значит, ходить под перископом, через перископ закачивать, значит, в дизель воздух нагнетать и работать в подводном положении этим дизелем. Ну, правда, от дизеля стук, это не очень хорошо. Сейчас стало популярно так называемые анаэробные двигатели для подводных лодок. Анаэробные, значит, бескислородные, без воздуха. Ну, это вообще одна из самых сложных сейчас разработок. Анаэробные двигатели для подводных лодок сейчас стоят чуть ли не дороже, чем, значит, атомные, значит, вот двигатели атомные, так сказать, комплексы. Ну, просто это новая очень вещь, связанная с какими-то такими немножко не совсем понятными вещами. Ну, например, что значит анаэробный двигатель? То есть оба компонента должны при соединении выделять достаточно большую энергию, но эта энергия не связана с, значит, потреблением кислорода. То есть не приходится ожидать появления вот таких случаев, как с Курском, значит, кислород не приведет к какому-то случайному возгоранию. Вот запасы всех этих таких агрессивных окислителей не нужны. Ну, вот такие вот химические пары существуют, в частности, когда живая природа использует. Ну, самое простое, что вот можно здесь придумать, конечно, лодка, ходящая на батарейках, на батареях электрических или на пневматическом каком-то, значит, запасе воздуха. Ну, так, кстати, делаются торпеды на этом принципе. Ну, торпеда, она широко распространена на флоте. Эффективность ее, как всегда, невысока. Но уж она как-то вписалась в традиции, от них сразу не отказались. Вот от этих вот курсовых торпедных аппаратов на кораблях надводного плавания давно отказались, давно их уже нет. Есть обычные такие вот пусковые установки, видите, на вращающемся, значит, ходу, многотрубный аппарат, тут и 4, и 5 труб, который, значит, выплевывает из себя огромную торпеду, такую, типа, маленькую беспилотную подводную лодочку диаметром там до полуметра и больше даже есть такие торпеды. И эта, так сказать, торпеда идет к своей цели потом, вот, так сказать, выплюнутая. Такие вот торпедные аппараты, это вот создали целый класс кораблей, которые называются эскадренные миноносцы. Вот именно они несут такие вот пусковые аппараты и могут их веером пускать, значит, по кораблям противника. Эскадренные миноносцы были, как это, в общем-то говоря, устаревшие, в принципе, идеи. Созданы были для войны, ведения морского боя в линейном строю, чтобы расстроить линейный строй противника. Ну, может быть, потому и не бывает уже больше никогда, вот, во Второй мировой войне, что-то я не помню, чтобы была какая-нибудь морская битва, где бы противоборствующие стороны сражались вот в линейном строю. Это просто невозможно в силу того, что любая из сторон может применить такого рода оружие, так сказать, торпеды. Вот. Торпедные аппараты, значит, торпедные катера, вернее, простите. Это вот современный торпедный катер, по-моему, шведский, построен такой по классической схеме. Вот он, правильный такой торпедный катер, хотя, наверное, скорее всего, вполне бесполезный. Почему? Значит, для чего, собственно, нужен торпедный катер, как бы, да? Торпедные катера появились для того, чтобы сделать некую диверсию в порту противника первоначально. Ну, против них очень быстро нашли, значит, против следствия противодействия боновые заграждения. У меня такое впечатление, что, в принципе, в стратегии военно-морской торпедные катера только потому остались, вот, существуют торпедные, Ну, по двум причинам. Первый, чтобы продолжать заставлять противника держать боновые заграждения всегда, значит, вот это вот, затруднять работу порта. А, во-вторых, ну, для того, чтобы при этом какие-то еще вторичные функции вести. Ну, наблюдение за морем, инспектирование каких-то вот проходящих судов. Видите, у него все-таки пушечка автоматическая есть, он какими-то зенитными возможностями обладает. Он может высадить где-нибудь небольшую группу, значит, вооруженных людей. Он может инспектировать судно, захватить какое-нибудь гражданское судно. Ну, быстро, быстроходное. Ну, а заодно на него бы навесили вот торпедные аппараты. Два торпедных аппарата. Вот такие вот. Вот такого рода вот мореходные торпедные катера, они, в принципе, уже наверняка не могут выполнять своих положенных классических функций. То есть, вот преодолевать боновые заграждения. Они слишком глубоко сидят. Перепрыгнуть через них, вот, да, вот они уже не могут. Вот не могут перепрыгнуть. Тогда непонятно, собственно, для чего они нужны. Что, в открытом море будут атаковать корабли противника, так сказать, торпедами? Ну, героический поступок, но, скорее всего, и его подобьют, и торпеду уничтожат. Это нужно огромной стае таких катеров больших. Зачем больших? Тогда нужны маленькие катера. Ну, вот так. Вообще говоря, первоначально на торпедных катерах никто и не думал применять торпедные аппараты. Это вот один из катеров. Я, помните, в прошлый раз вам рассказывал об итальянском таком вот изобретении. Торпедный катер, который с помощью гусениц перелезал через боновое заграждение. Вот у него гусеницы. Единственное, из-за чего я его вам сейчас показываю. Да, вот у него два электромотора. Один электромотор приводит в движение, значит, винт грибной. Другой электромотор приводит в движение гусеницы. Электромоторы, потому что, значит, чтобы не было двигателя, не было слышно выхлопа, чтобы можно было незаметно подкрасться. Вот. А торпеду как запустить? А просто сбросить, она сама и поплывет. Англичане довели эту идею до, значит, завершения такого вот, как бы сказать-то, технического, да, завершения. Что они придумали идею, лучше которой уже не может быть. Да, все, что вы будете дальше из этой идеи делать, вы будете просто ее, вот, в другое немножко, вот, так сказать, плоть, значит, осуществлять. Они, вот эти мины, просто сложили на корме. Значит, как такой катер должен атаковывать? Он должен сбросить, так сказать, торпеды с вращающимся уже двигателем. Потом оторваться от этих торпед, значит, на большой скорости и уйти с их маршрута движения. А торпеды продолжат свой путь, да. То есть, как бомбардировщик летит, как пикирующий бомбардировщик сбрасывает мины и уходит, сбрасывает бомбы, простите, и уходит с этой траектории полета. Так и катер. То есть, наводит себя, значит, на корабль противника, сбрасывает торпеды, обгоняет их и, значит, петлей уходит. Такой катер, чем лучше, чем мельче, тем он лучше. Очень большое впечатление на, как сказать, Красный флот, да, тогда так называли Краснофлотец, на то, что мы сейчас принято называть Советским флотом, оказали вот такого рода катера английские, когда они атаковали, как сказать, корабли Флота, Красного флота, да. Ну, Советские, в общем, корабли по-нашему, Краснофлотцев. А в нем даже удалось один крейсер потопить легкий. Вот. Но, правда, в суматохе их обстреляли и потопили сами эти катера. Трофейные катера были подняты из-под воды. И, значит, появилась идея, нужно самим такие катера создавать. Как, значит, рассуждали военные теоретики. Они правильно, кстати, по-моему, рассуждали, что катер – это не оружие, которое наносит поражение. Это оружие, которое воспрещает противнику вести тот или иной вид действий. Ну, вот представьте себе ситуацию. Ну, скажем, подходит к городу, к порту вражеская эскадра. Выстраивается, значит, в келеватерную колонну и начинает на город кидать огромные свои снаряды. Если в городе есть, конечно, у города какие-то береговые батареи, они могут с ним вступить в баталию. Вот. А может батареи не быть. Вот. А могут быть, но эти батареи будут подавлены огнем артиллерийским, допустим, с этих кораблей. А вот против этих кораблей, выстроившихся в шеренгу, да еще, может быть, вставших для удобства стрельбы на якорь, очень хорошее средство – легкие торпедные катера. Вышли, сбросили свои торпеды, вот, и сделали свое дело. Атаковали их, поразили. Ясное дело, что никто не будет поэтому выстраиваться в келеватерную колонну и обстреливать город. Потому что могут обстрелять такими вот катерами, которые приведут к неприемлемым для нападающей стороны, так сказать, потерям. Вот. То есть, реально, скорее всего, такие катера по назначению применены быть не смогут. И вот в Советском Союзе началась разработка этих катеров. Были всякие идеи по их строительству. И идею очень хорошо осуществил Туполев. Что придумал Туполев? Он был ведь авиаконструктор, а не конструктор морской техники. И это вот один из таких как раз примеров развития технической мысли, почему я вам об этом рассказываю. Значит, Туполев самолетами занимался. В самолетах, естественно, хорошо разбирался. Это великий авиаконструктор. Это настолько великий авиаконструктор, что в советском отравном календаре, вот когда он был жив, день 10 ноября, вот день его рождения, был помечен. Родился советский авиаконструктор А.Н. Туполев. Его все знали. Просто это сама фамилия была нарицательная. Туполев. Не надо было там писать Андрей Николаевич, академик, главный конструктор. Я не помню, каком он был в генеральском звании или маршальском. Но он был Туполев. Все знали, как Туполев. Он и в истории нашей был, он был, какой-то имел отношение тогда в свое время к какой-то промпартии, там что-то говорили, вот такая вот. Потом он сидел, потом его отпустили, потом его реабилитировали, потом даже на последнем, так сказать, этапе жизни даже в партию приняли. А до этого всякие бабушки с еще дореволюционным стажем всегда ходили голосовать на выборы за Туполева, потому что он беспартийный. Мы пойдем за Туполева голосовать, говорили они. Вот так вот было дело. Но потом он в партию вступил. Надо же, какая неприятность. Вот такие дела. Так вот, Туполев взял поплавок от гидросамолетов. И решил, что поплавок от гидросамолетов это самое идеальное. Он просто только поплавки от гидросамолетов ты знал из того, что плавает. Самая идеальная модель для будущего торпедного катера. Был взят этот поплавок гидросамолет, увеличен в размерах. На него, значит, поставлен был двигатель, получился глиссер. Сзади можно было спрятать, положить две торпеды сбрасываемые, да. Были идеи сделать поплавки еще больших размеров, с еще более мощным двигателем. Заменить там пулемет на скорострельную пушку, увеличить калибр там, ну и так далее, так далее, так далее. Это поставить по более крупного калибра торпеды там. Ну, то есть, вот такие вот вещи. Значит, это вот так обычно делается в технике нововведения очень часто. Нужно срочно что-то сделать. Значит, главные конструкторы чешут, значит, голову. Так, ну вот у нас есть вот, давайте вот двигатель возьмем от этой ракеты. Рулевое управление вот от этой ракеты. Это тяп-ляп, и глядишь, новые принципиальные изделия, да. Вот так вот поступил вот и Туполев, создав новые принципиальные изделия, такой вот катер. Ну, его сейчас критикуют, ругают, что он легко, тяжело было по его палубе ходить, потому что она была очень покатая, скользкая. А на наших северных морях она быстро покрывалась льдом, то есть, вообще просто невозможная. Ну, зато, так сказать, это сам катерный паек, шоколад. Зато такие вот уважительные вещи у, так сказать, катерников имели место быть. Под занавес, коротко-коротко, скажу вам еще об одном совершенно, в общем-то, бесполезном смысле эффективности оружия. Это морские мины, минное морское оружие. Ну, неужели кто-то думает, что минное морское оружие реально можно применить для поражения судов противника? Нет, только для воспрещения ему действий. В Первую мировую войну это очень активно применялось. Конечно, если кто-то случайно забредет на минное поле какой-то вражеский корабль, или его загонит на это поле действия, так сказать, противника, да, ну, тогда вот так вот, да. Единственная проблема получалась, надо было защищать это минное поле от протраливания, траления, да, противникам, значит, чтобы противник не удалял эти мины. Поэтому, значит, около минного поля стоял крейсер и стрелял на другую сторону поля, где противника, суденышки противника пытались удалять мины. Ну, множество понапридуманных минных систем. Вот, кстати, вот такая вот, одна из минных систем, как вот принято так поэтично их называть, рогатая смерть. Значит, что это за рогатая смерть? Такой-то огромный пустой шар, на самом деле. В нем ящик со взрывчаткой и взрывателем. Вот, сами понимаете, вот такой вот ящик со взрывчаткой и взрывателем. Несколько вот этих вот рогов. Что в этих рогах? В этих рогах взрыватель достаточно примитивный. Значит, рог этот покрыт свинцовым колпаком, а под рогом находится капсула с кислотой, значит, с другими жидкостями, которые при соединении, когда их, значит, деформировал удар, значит, они соединяются, вырабатывается ток и взрывается, значит, зарядная камера. На взрыватель идет, значит, сигнал тока. Вот и все. Конечно, думать, что такого рода примитивная мина может пролежать под водой, потерявшись сотни, десятки лет, ну, коррозии все съест, честно говоря. А если коррозии не съест, то произойдет деградация самого химического вещества заряда, запала, что-нибудь там отсыреет, кислота что-нибудь разъест. Ну, в общем, маловероятно. А так вот эти вот мины тяжеленные за счет своего якоря. Якорь должен над них закреплять. Якорь колесиками снабжен, и мины по палубе корабля, на палубе корабля любого большого, да, с тех пор, значит, система рельсовых путей, по которым катаются мины, вот. И, значит, за борт сбрасывают, устанавливают минные заграждения. Каждое плавающее средство, считается, во флоте, должно быть приспособлено для постановки хоть какого-то количества мин. Малый срочно приспичило поставить мины, все корабли отправились, накидали мины, и все, и порядок. В этом направлении враг не пройдет. Вот, пожалуйста. Вот так вот устанавливается мина. Сбрасывается мина с корабля, тонет аккуратненько. Как только прикоснулся дна вот этот вот якорь, значит, который сигнализирует о том, что все, он, кстати говоря, как раз глубиной вот этой вот аж, прекращается сматывание троса, и мина на определенной глубине, значит, остается лежать никого. Никого не пропуская в нужном направлении с нужной осадкой. Ну, ладно, время наше кончилось, так или иначе. Есть, конечно, другие конструкции подводных мин, но все это, по большому счету, оружие, воспрещающее действие, а не уничтожающее. Только по нелепой случайности можно какому-нибудь постороннему плавающему средству попасть на минное поле и подорваться. Вот такие вот дела. Это как забор. Спасибо вам большое за внимание. Извините, если что не то сказал. Удачи, всех благ.